Я хотела бы спросить у вас совета. Что делать? Ребёнок, внук, ему сейчас 8 лет, растёт без папы. Это у меня дочка, дочка в разводе со своим бывшим мужем, ребёнок с ней. Сама она работает, не успевает за ним, конечно, смотреть. Ребёнок, я работаю, дедушка тоже помогает. Ну и, естественно, мы же не папа. Воспитывать как мужчину мы не воспитываем. Конечно, ходим на поводу у него. Но, скажем так, проявляется чувство эгоизма, есть озлобленность. Ну, такие вот качества уже присутствуют ребёнку. Не очень-то таких. Хочется, конечно, в нём видеть доброго, умного человека, понимающего. Вот хотела бы узнать вашего совета, что нужно делать с ребёнком, как его воспитывать. Вот мы как бабушка с дедушкой и мама. Что нам нужно делать? Как, чтобы он нас слышал? Порой, знаете, как вот с ним разговариваешь, вроде бы он понял, да? А не выполняет. Не выполняет то, что надо. Например, там, вот уроки нужно сделать, да? Он поиграет, там, и это всё это оттягивает. Нет такого понимания, что вот нужно сделать уроки, а потом поиграть. Ответственности нету. Вы опоздали на 8 лет. Как же вы так могли? У вас само это образование какое? Я техникум закончила, средне-специально. Так, а у мужа вашего? Училище, БПТУ. У нас отец с матерью вместе взятые. Полкласса не кончили. Совершенно неграмотные. Кроме того, у нас отец инвалид войны. Левой руки не было. Под Смоленском. 41-й год. Ребятишек родилось 12. Живых 10. И чтобы дети не слушались, мы этого вообще не знаем. Вот и всё. Образования нету, а есть ответственность у ребёнка. Молитва достигла Господа. И Господь так даёт. Я вот это помню. Мать накажет выпалить столько-то грядки там или картошка. А отец целый день пасёт. Если дети не сделаете, а отец что скажет? Вот это что скажет? Или не скажет? Это был для нас высший приговор. Вот и всё. Мы видели, что родители молятся. И у дедов жили. Дед молится. Что есть суд Божий. А если у ребёнка вы ничего этого не заложили, то он нормально растёт. На поводу вас водит. Вы уже сказали. А куда он вас приведёт, можете догадываться. Он придёт не один. Придёт с товарищами. Я начальник детского лазеря, создал детский лагерь. Его директор 45 лет. Бессменный. 45 лет. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. Всякие дети. Похуже вашего. Компьютерные игры играют. Он полностью лишён разума. Но чтобы поехал какой пришёл, ушёл, этого не будет. Он будет другим. Первый день уже начинаем учить его, как за столом сидеть. Представьте, сколько ребятишек. И в чашках нигде ни одна ложка не останется. Напротив каждого стола 10 человек. Обедает один дежурный. Ему показывают пальцами. Первое или второе. И должен дорезать кусочком. Всё чистое. Вначале заниматься. Он не привык заниматься. У меня будет заниматься. Я его накажу. Родители расписали, что согласны, что его наказывают. Никакая международная конвенция мне не поможет. Он растёт негодным человеком. Я вот такие вопросы не задавал. Я ищу причины в родителях. В стариках. Ну вот вообразите, что я сегодня пришёл и я у вас в комнате. Ну его это заинтересует, что какой-то дядька тут с бородой. А он не делает. А вы сказали, с сегодняшнего дня вот этот дядька будет тебя воспитывать. Как его звать-то? Артём. Антон? Артём. Не пойму. Артемий. Артемий, Артём. Ну вот так, Артём. Вот это вот воспитатель твой. И с первого дня родители расписали, что они согласны, что я буду наказать. Я вот деру как следует, если он не слушает старших. Так, у нас молитва начинается сейчас. Уже звонок идёт. Давайте отложим это всё. Сейчас молитва идёт. Хорошо. С Богом. С Богом. Спасибо, Господи. Аллилуйя. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.